мы в мариинском парке скоро полночь каштанчики лежат сегодня десятое число вечер чудесный вовсе даже не холодный немного ветреный но мягкий для этой поры года от Ахматова Анна Ахматова великий поэт навеки да, интересно недавно решил освежить свои впечатления о Бальзаке когда с удовольствием я читал был период когда мне захотелось почитать классику я обратил тогда по Петровке по Петровскому Блашиному рынку где продавалось множество книг оно и сейчас там есть книжные развалы не такие, правда огромные, как в свое время и я за умеренную цену купил себе полное собрание сочинений Бальзака почему Бальзака? ну, захотелось сел и за какое-то время довольно-таки коротко прочитал половину больше всего мне, конечно, понравился роман не очень знаменитый не так расхваленный, как другие там, как блеск нещита куртизанок шагреневая кожа кузен Понц он меня просто потряс на самом деле вот ну вот кузена Понца перечитать у меня не было желания я решил с Ивласовских произведений начать и вот перечитал шагреневую кожу нашел я на ютубе аудиокнигу в двух частях 4 плюс 4 итого 8 часов текста вау! подумал я это ж какой огромный манускрипт потом напряг память да книжечка была не тонкая на самом деле заглянул в комментарии там сплошной вой стоит мамка заставляет слушать блин кто сюда пришел вот со школьной программы и прочее в общем детишки вот выражают свое возмущение тем что их заставляют читать вот ну и можно понять какого содержания там комментарий вот ну я у меня дома радионаушники старенькие но очень качественные шенхайзер вот им можно любым делом занимаясь спокойно всегда слушать вот все что ты хочешь и так я за два дня прослушал шагреневую кожу конечно отдельные местами был так же сильно впечатлен как и первый раз вот но нашел что очень много многословия и моде тех времен конечно была своеобразная вот ни с нынешними обстоятельствами ни с нынешним веком не вяжется никак вот такое замедленное повествование с избыточной писательностью без действия конечно детишек немножко утомляет и пугает как можно это все осилить тут надо тут надо попасть на любителя впрочем может быть это мое мнение поверхностное но у меня было желание как бы перелеснуть пару страниц вперед передвинуть ползунок на линейке проигрывателя от плеера куда-нибудь там на минуту на две на пять чтобы уже как-то перейти к более интересному но я соблазна благополучно этого избежал и прослушал все без исключения кстати говоря полезно перечитывать классику или переслушивать надо было сделать то же самое с тургениумом чередуясь например с чем-нибудь таким более легким таким приятным юмористическим ну с Аверченко например если он уже записан я когда-то очень любил его читать вот и все книги которые издавались у нас на постсоветском пространстве в России там на Украине ну в основном в России все его книги я покупал потому что он уже не издавался Аверченко до 990 года и начал издаваться уже после перестройки вот и то не быстро ну в общем короче перечитывать весьма полезно ну что интересно меня поразило как вот меняется мода на чувства вот есть мода на одежду есть мода на так сказать убранство на декор на архитектуру на все есть мода и есть мода на чувства вот казалось бы чувства это что-то непременное твердое устойчивое это наши вот эти все внутренние переживания они присущи нашему брату из любой эпохи Дулюс вот чувства это все-таки продукт внешней культуры и много многие эти эмоции вот они индуцированы фактически культурой в которой мы живем будь другая культура она бы индуцировала другие эмоции или бы вообще их не индуцировала вот что интересно в Бальзаке такая гиперэмоциональность что иногда это просто утомляет а потом повергает какой-то смех изумлей боже это же надо и защитить так свои эмоции так ими пользоваться вот и для такой силы напрягать свои ощущения вот эмоции чтобы долгое время находиться в этом состоянии это в состоянии эффекта фактически вот ну что поделаешь так сказать у писателя душа его инструмент он ее настраивает как хочет использует как хочет в полную силу играет на нем хочет под сурдинку или как вот это его дело в общем Бальзак конечно был мастер извлекать из этого инструмента громкие звуки что-то полюбуемся здесь Никита я тебя Никитой назвала Женя аккуратно а то мой сейчас телефон улетит у меня я не хочу это мостик инженера Патона не того самого знаменитого Патона сварщика а его папы не сварщика вовсе а просто профессора профессора мостостроения чего он там был профессор я не знаю архитектуры все же строители там в чем-то специализируются уже тут кто строит мосты вряд ли строят жилые здания скорее всего связан с мостостроением хорошо вода сегодня немножко мутная в легких облаках словно серебро в кислоте тает чуть растворяется да они тоже были наверное да так я о бальзаке говорил о своих впечатлениях я сверх эмоциональности в частности это музыка такая типа руки вверх вот такие короче я пришел к выводу конечно что мы воспринимаем внешний мир во многом по тому образу который нам диктует культура в которой мы погружены вот то есть наше восприятие как бы оно все-таки вторично мы выучиваемся этому восприятию вот считая бальзака конечно это чувствуешь столько там такого пафоса который кажется просто смешным и комичным вот уже современному человеку но что интересно вот отдельные места конечно сильны и не утратили свои силы ни капли несмотря на такую легкую иронию которая у меня вообще-то сложилась вот именно не там где бальзак чувствителя а там где он холоден вот когда он холоден то его ум становится таким же острым как скальпель хирурга он действительно вот очень точно препарирует киска действительность реальность в этом он не откажешь конечно гений но что удивительный его талант совмещался с каким-то даже с кем-то ну опять же комичным тщеславием вот не снобизмом таким сухим а именно с чистолюбивым тщеславием вот он хотел жениться на аристократке но поскольку такой партии не представлялось долгое время тот женился поздно фактически за год до смерти или в год смерти на Элеоноре Ганской в жилах которой текло текло много действительно королевской крови она была связана почти со всеми домами Европы Европы царствующими по крови настоящая аристократка что интересно мне случалось быть в этом месте в имени Ганской она находилась на территорию Российской империи вот до этого это была Польша это Житомирская область попала уже попали эти земли в Российскую империю после разделов Польши и там в имении Верховня называется это деревня и там в имении есть небольшой мемориальный музей поскольку в основном большинство помещений занимает техникум какой-то по-моему пищевой промышленности или сельхозяйственной что-то вроде да сельхозяйством что-то связано вот то Бальзаку посвящено нервская комната но в этих помещениях он действительно находился как я понимаю вот мне не удалось побывать в этих комнатах я приехал через полчаса после того как уехал оттуда смотритель вот он же экскурсовод он же там музейной работе может быть и директор этого маленького музея я достал телефон у какого-то служки там позвонил надо он говорит не можем не можем чем-то то он был занят я пообещал оплатить проезд заплатить за экскурсию вот но Христом Богом хлялся что сегодня у него не получится экскурсию провести так что я остался без экскурсии зато вот у меня есть видео так и не выложены зато я вдоволь побродил по самому дворцу снял интерьер и там кое-что уцелело в частности лепка потолков и в неплохом состоянии вот внешнем он находится недавно был недавно после ремонта был вот поэтому штукатурка не обсыпается все так хорошо покрашено в общем впечатление такое было более-менее приятное походил по старому саду вот он конечно такой диковатый о парковых сооружениях там никто практически не заботился лишь бы только мостки были как-то действительно по ним надо передвигаться это предмет практически необходимости а так там беседок ничего не осталось зато остались деревья весьма старые так вот бальзак породнинца с аристократами настоящими европейскими аристократами но он уже плохо себя чувствовал там же он в этом имени и заболел приехал в париж и в скорости умер ему и не ему было 50 лет по-моему или что-то около этого 51 какой-то сумасшедший темп и режим жизни конечно взяли свою плату но интересно было бы посмотреть живую на эту пару овенчались они в бердичи в костюле святой Екатерины или Елизаветы я там тоже был проезжал мимо в той же поездке на стене костела висит мемориальная доска так что такой довольно интересный такая довольно интересная курьезно прихотливая история о Бальзаке Украине польских аристократах о Ганской и там еще есть очень интересные моменты поскольку законы Российской империи запрещали землевладельцам вступать в брак с иностранцами а это подразумевало следующее что земельная собственность не может переходить в руки иностранцев поскольку при вступлении в брак можно было передать супругу сейчас собственности поэтому в Российской империи вообще было так сделано да вспомнил было так сделано что вот как что тот кто вступает в брак с иностранцем вот он автоматически теряет право на земельную собственность вот она переходит в собственность государства собственность да государства все земля переходит собственность государства и поэтому ганская прежде чем вступить в брак с бальзаком она по-моему отписала все свои земли какой-то родственницы и потом уже вступила с ним в брак вот таким вот хитрым образом